Почему-то мало. Это когда люди приходят ровно вовремя. Это значит встреча, они приходят. Это англичане. Есть немецкое время. Это значит встреча. Люди приходят за полчаса заранее. И они потом ко мне приходят, стучат. Я только скажу, что я уже пришел. Я еще с другим человеком сижу. Люди приходят заранее. В машине сидят, на улице стоят подождем. Есть еврейское время. GMT. Что это за время? Это когда два еврея договорятся о времени, каждый приходит, когда ему удобно. Самое интересное, что это не шутка, что это чисто правда. Это анекдот про польских евреев. И поэтому многие немецкие общины ровно по этому принципу и живут. Да, по принципу польских евреев. Договоримся о времени. И каждый приходит, когда ему хочется или удобно. Значит, поэтому по-немецки принять начать вовремя. Я коротко расскажу. Значит, у нас в Бритулам есть очень много-много разных отделений. И причем русскоязычное, оно далеко не самое большое. Значит, у нас сейчас наш сидур для Бнынох. Бритшелл называется, его перевели уже на 12 языков. Там есть какие-то языки, как турецкий, китайский. Понятия не имею, да? То есть, ну, понятно, что все мировые языки. Там английский, русский, немецкий, итальянский, испанский, португальский, русский. Это само собой. Сейчас переведено чешский. Вот. И поэтому у нас много отделений. У нас, как бы, есть корпоративный зум. Я не Натан Бар, я хочу сказать. Это наш администратор. Я под его этим вот ником хожу. Это наш админ из Баля Думи Версалима. Старый отказник. Вот. Золотой человек. И поэтому у нас, как бы, все, есть некое расписание. Там по, по всяким часовым зонам. И поэтому вот испами-язычное, португан-язычное отделение, Аргентина, Бразилия, они там очень активная масса уроков. Есть большое отделение в Индии. Там в одном штате есть индийские блинов. Но там просто там, когда приходят на урок, то все село. Там село 10 тысяч человек, может, полмиллиона, миллион, я не знаю, да? Это Индия. Поэтому там просто какие-то безумные толпы народу приходят. Вот. Есть отделение в Тайване. В китайском. Это для них на китайский перевели. Ну, естественно, Россия, Украина. Чехия довольно много. В Голландии есть. Амстердам. Я там иногда... Сори. Роттердам. Я иногда туда езжу. В Италии. В Америке очень много. Ну, нужно сказать, что вообще блинов они, на самом-то деле, больше всего их в Америке. Это еще Бабича скреба начинал в 1972 году. Большинство многих в мире вообще. Оно в Америке. Немецкоязычное. Просто с ним не пересекаемся. Вот. И у нас там есть общение в Нью-Йорке, в Нью-Джерси, в Хьюстоне, в Техасе. Где угодно. Вот. И я, так сказать, отвечаю за немецкоязычное. Я сам живу в Германии. Я родил в Германии. Работаю в нескольких общинах Германии. На востоке Германии. В районе Берлина. В Магдебурге и так далее. Вот. И поэтому я отвечаю за Австрию. В Вене есть люди. В Швейцарию и Германию. И за русскоязычными. То есть в основном Украина немножко Россия. Немножко администратор у нас есть много чатов в Телеграме. Вот. Это вкратце про нашу, так сказать, деятельность мира. В Шерке вот в последние годы на выпуске вот так же в Ханарух для Вене-Ноах. Это очень интересная вещь. У нас, значит, был за день до войны. У нас был спор в нашем общем чате, может ли Вене-Ноах ходить в армию. Служить. И был один человек, который пробивал идею, что не может. Ну как же, как же, нельзя. Это против веры. Я говорю, откуда вы это берете? Он говорит, написано же не убей. Одна из семи заповедей. Я понял, что человек ошибается. Объяснил ему, что речь идет про частное убийство в гражданской жизни. Когда человек в армии совершенно другое. Вот поэтому открыли Шхана-Рух для Вене-Ноаха в Шерке. Там в черном побел написано, что государство, любое, имеет право там свои граждане посылать по своему усмотрению. В том числе на определенные виды опасности. Там в армии, в полицию, в пожарных, во врачи мобилизовать и так далее. Вот. Поэтому то, что я сказал, что Вене-Ноах могут служить в армии. И это не проблема, как евреи служат в армии. Собственно, в Абдиноах они по многим аспектам, как евреи. И так как евреи служат в армии в разных армиях. У меня есть друзья раввины там. В куче армии мира. Обязательно в Израиле. В Израиле я был в армейском раввинате. Я в израильской армии служил. Вот. И сегодня есть там раввины. В Англии, в Америке, в Литая, во Франции, да где угодно. И, я думаю, скоро на Украине появятся. Это мой прогноз. Вот. Просто в скобках. Любой такой вот раввин в армии, он всегда занимается всеми. Не только евреи. Поэтому, когда мы были в Израиле, я, как армейский раввинат, возил там Коран для бедуинов. Они в армии служат. Они присягу на Коране проходили. Я послали в Тель-Авиве. Поехал. Бел грузовики. Там привез Коран. Написано. Коран. Все права принадлежат военному раввинату армии в Израиле. Вот. И так далее, и тому подобное. Да. Поэтому, опять-таки, так как евреи служат в армии, так и в Лунах служат в армии. Поэтому это, конечно, возможно. Хорошо. Значит, какие еще я должен дать введения? Значит, да. У нас есть, как в Украине, самое большое известное общение. Это община в Дишковице. Дишковице – это село в Западной Закарпатье под городом Иршава. Значит, там есть очень длинная интересная история. Там была большая группа людей, которая несколько поколений искала себя. То есть, нужно сказать, что Закарпатье стало советским самым последним в 44-м, в начале 45-го года, в конце войны. И поэтому в 20-30-е годы там была вполне Чехословакия, западная страна. Приезжали там всякие миссионеры. Поэтому там православия никогда не было. Но там было много разных протестантских сект, движений, адвентисты, баптисты, адвентисты седьмого дня. И вот наши люди, они были там в баптистах поначалу. То есть, мы говорим три поколения про 20-е годы, 20-го века. Потом, значит, уже даже при советской власти их там очень преследовали. Преследовали, но не сильно. Так, немножко прижимали. Потом они были в субботниках, в субботниках христианах. То есть, субботники христиане – это очень интересная вещь. В еврейском мире принято считать, что субботники – это вот субботники… У меня с другом не занимался в России. Это люди, которые пошли геюр, стали евреями. То есть, это наши еврейские субботники. Но там субботники – они христиане, антисемиты, очень интересно. То есть, единственное их отличие от обыкновенных христиан, что они празднуют не воскресенье, а субботу. То есть, их, так сказать, идея, что Бог дал субботу всем народам мира, не только евреям. Я спросил, откуда вы это учить? Они сказали, очень просто. Ведь написано, Бог отдыхал в седьмой день, и время близко не пахло. Даже только был Адам. Это как бы хронологически верно. То есть, ни Адама, ни Ноаха, ни Авраама не было. Поэтому они утверждают, что субботу должны отмечать все христиане тоже. Поэтому можете ходить по Закарпатью, там могут рекламные билборды висеть, висеть на украинском «Собъявляй день субботу». И это христианская. Это христианская реклама, это не наша реклама. Поэтому наши люди были в субботниках. И с 70-х годов они потихоньку начали выход оттуда. И в 90-е годы они уже окончательно вышли из субботников и пришли к ДНО. У нас там есть столица. Это Дешковицы. Их там большой клан, их фамилия Дешко. Поэтому по названию этого клана и названию деревни мы говорим про 500 человек примерно. Как ты сделал подсчет? Где-то из таблиц в Excel. Там с именами. То есть примерно половина еще живет в селе. Половина живет по всему Закарпатью, по всему миру. Многие в Праге работают и так далее. Ездят на машинах даже сейчас. И они очень сильно повлияли там на Закарпатье, в Лукачеве, в Ужгороде. И поэтому со временем у нас там появились филиалы. Не только в этой деревне Дешковицы, а еще в других местах. И поэтому я приезжаю в среднем туда раз в месяц из Германии. И я даю там везде уроки. То есть уроки в Ужгороде, в Дешковице. И у нас еще там есть, значит, две деревни. Буштино и Росаш. В Буштино там был знаменитый цадик Адмор из Надворна. Рэба из Надворна. Он там похоронен. Поэтому там есть Вильское кладбище. И хасиды там построили. Синагогу, Миква, там все же хочется. И там прямо, значит, в этом селе есть тоже наши ребята. Они нас тоже сами нашли. Вот. И есть у нас еще тоже вот еще деревня Росаш. Там тоже деревня половина на половину. Ну, скажем, и меньше половины. Там 30-40 процентов. Это наши обмена. Поэтому я, так сказать, отвечаю за Украину. И специфически вот езжу на Закарпатье примерно раз в месяц. Мы делаем там самые разные вещи. У нас есть свадьбы. Уход для обменов. У нас есть обрезание. Сейчас мы обрезали 10 человек. В Праге. Мужчин, конечно. Женщин. Это называется мила. То есть не брит мила, как у евреев, а для обменов это мила. То есть это анатомическое обрезание. Часто люди говорят о том, я потом хочу пройти к Юр. Да, пожалуйста, проходи. Это тебе не мешает. Анатомически это тоже самое. Вот. Поэтому у нас в Дишковице опять-таки есть свое отдельное кладбище для обменов. То есть есть как бы некие условия жизни. Но опять-таки это большой плюс, когда вы живете не в городской общине, как в Одессе или в Роттердаме, а когда вы живете на земле. И последнее, значит, что там есть, там построили синагогу за свой счет. То есть люди просто как-то там это вот, собрались, скинулись. И это заняло там какое-то число лет, там 3-4 года. У нас там и сегодня синагога. Вот поэтому синагога для обменов единственная первая во всей Европе. Потому что обычно обменов там в Москве, там где угодно, они приходят к евреям. В Харькове наш Дима, да? У нас очень сильная группа в Харькове. Они сегодня пытались звониться, пытались из города вырваться. Вот. И непонятно. Вроде вырвались, но непонятно, где связи нет. Мобильниксер. Вот. И там, значит, есть Дима Калашник. Вот. И у них группа, они учатся. Это такая группа очень учебная. Там Дима Мудрец Торы, там Иврит знает, Талмуд читает. А вопрос можно? Пожалуйста. Скажите, а давно в Харькове организовалась эта группа «Бдаевноах»? Мы просто с Харькова… Давно. …переехали в Одессу, и мы там не могли найти ее. Ну, она существует сколько… Мы нашли одну группу, которая распалась там прям. Вот там был у нас Мэйр… Как же ж… Ицхак Мэйр был Равин, который занимался этим. Мы с ним лично общались. И потом там была группа, но там пару раз были уроки, но потом она распалась. Нет, смотрите, Дима, он… Значит, у него там просто своя гостиница, он людей себя принимает, и там они учатся, но они ходят в синагогу в город. Они существуют, ни один, ни два, и у них логотип есть, у них там футболки, чашки с логотипом есть. Они очень сильная группа, и они много лет существуют. Я их знаю лет четыре-пять, и они до меня существовали. Поэтому они много лет существуют, и, ну, я надеюсь, что они благополучно сегодня выехали из этого города. Понял. Значит, плохо искали. Ну, это судьба, как говорится. То есть искали, но не нашли. Мы сделали все усилия. Так бывает. Да, поэтому… Мы нашли в Одессе в итоге. Ну, слава Богу, видите, поэтому все хорошо. Все хорошо. Все хорошо. Знаете эту знаменитую историю про Ицхака из Кракова, который искал богатство? Ну, это очень известная история. Она написана в Кракове. Значит, есть несколько синагогов. Там главная синагога Рыма, Рабимош Исерлиш, да, который написал Камитак Шханаруху, Мопа. Да? Это ашкинадский обычай. В Шханарухе, значит, там в Шханарух идет Равины, когда это вызывают экзамены, они должны Шханарух знать, ну, почти на язык низких текстов. Там Шханарух идет квадратным шрифтом, а Рыма идет таким фондом Раши. Это другие фонды. И люди не все умеют их читать. Типа как старые готические шрифты полутенские. И, значит, Рыма жил в Кракове, а вторая синагога, значит, в Кракове, синагога Ицхака. Она по имени этого человека. Это знаменитая история. Люди думают, что это легенда. Рассказывают ее детям в садике. Это не имеет настоящую историю. История следующая. Жил-был Ицхак, еврей в Праге. Ему, значит, снился сон, причем не один раз, а несколько, что, значит, он должен поехать в Прагу. И там под главным мостом есть клад, который Бог ему, значит, запрят. Классно? Да, да, я вспомнил. Окей. Авраам молчит. Кто вспомнил, выключай свой микрофон. Окей. Значит, итак, он сейчас не реагировал. Типа мало ли. Талмуд говорит халамот гевелем. То есть сны это чепуха, да? То есть в этом нет ничего серьезного. То есть он повторялся. Тогда он сказал своей жене, что он едет по делам и уехал. Вот, хорошо. Приехал в Прагу. Значит, обнаружилось, что мост, это главное, это Карловнец. Карлов мост, это центральный мост Праги. Он идет из Праги в Королевский дворец. Теперь, чтобы вы понимали, мы сейчас просто вам это непривычно, но раньше были частные улицы, частные города, частные парки. Туда простых людей, простолюдинов нас сами не пускали. У меня в Дрездене, значит, есть парк, что там весь город гуляет. Это был частный парк. Там был забор, и там гулял только граф. Все. А по периметру охрана стояла. Конец. Вот. Такие дела были. Поэтому, значит, на Карлов мост там уже не каждому позвалось зайти. Уж сойти с него точно не все. Это была закрытая территория. Вот. И он, значит, там тусовался, тусовался. А там охрана стоит. Ну, как он там будет копать под мостом? Ну, да, тусовался, что его арестовали. Потому что, опять-таки, стоит охрана и ходит какой-то еврей с бордой с пейсами. И не уходит, да? Веський квартал там недалеко, но тем не менее он не там. Вот. И, значит, его арестовали. Что ты тут ищешь? Я, говорит, еврей из Праги. Я из Кракова. Ну, и что? Я видел сон, что мне Бог, значит, сказал, что он, значит, под мостом закопал клад. Ну, значит, допрашивай официал, стал жать. Ты, говорит, сама сошел? Что такое сны? Это чепуха. Вот я, говорит, видел сон, что какой-то там жит, значит, в Краке, например, Ицхак, и у него клад есть под печкой. Ну, что, я брошу всю, поеду в Краков. В Кракове каждый третий жит. И каждого третьего зовут Ицхак. Я у них всех буду печку копать. Да, и тут этот Ицхак понимает, что речь-то про него. Что он еврей Ицхак из Праги. И у него клад. В общем, его отпустили там через какое-то время. Он приехал домой. И слово некое жене разобрал печь. Теперь нужно понимать, печь тогда это было все. На ней грелись, на ней спали, на ней готовили. Это не то, что сегодня. У вас нет печки, у вас есть микро. Печка была все. Он разбирает печь. Жена, значит, орет все. Он ничего не говорит. Разбирает печку и таки да, находит кладку. В память о этом кладе он построил синагогу, которая по сей день на синагоге в Сахар. Она существует. Все построили на входе в синагогу. Синагога существует по сей день. Естественно, жене он там построил другую печку получше. Он стал миллионером по нашим понятиям. Обычно эту историю рассказывают, что мы ищем что-то далеко, а она на самом деле близко. То есть мы ищем там в Праге, где угодно. Нужно у себя на кухне поискать. Это вот такой месседж, который обычно рассказывают. Но опять-таки самое смешное, что эта история настоящая. Она была там в 1800. Там на входе синагога написано точно аббат. 1700 какой-то год. Начало восемнадцатого века. Что это такое? Значит, к чему я это все говорил на планете? К тому, что мы искали в Харькове, нашли в Одессе. Именно так. То есть очень часто нужно искать у себя на кухне. Оно под носом, а мы ищем на другом конце мира. Вот. Поэтому опять-таки человек ищет. Написано, что нужно прикладывать максимальные усилия. Если человек не нашел, то он не нашел. То есть галаха, что человек на Песах скоро Песах будет. Сейчас пурим. Сейчас новый месяц. Значит второй удар. Пурим, а потом Песах. То есть Песах через полтора месяца в сущности. Пурим через две недели. И еще, значит, еще через месяц Песах. То есть Песах через шесть недель, полтора месяца. И поэтому написано, что сейчас вот была суббота шкалин, суббота шекелей. Когда, значит, читали про шекели каждого пол шекеля. Но известный закон, что за тридцать дней до Песаха начинают говорить, напоминать про законы Песаха. Да, это известная, значит, Мишна. Вот. И поэтому я вам скажу короткий закон из Песаха, чтобы выполнить эту обязанность говорить о Песахе заранее. Что вот там чистишь машину, да. Там какой-то хамец там лежит. Ты чистишь. Что не можно. Не можно его добраться. Узко, да. Ты же не разлобаешь всю машину, не разберешь там, да. Поэтому закон, он, что нужно... То, что рука достает. То, что рука достает, должен быть чистить. То, что не достает, не достает. Что ты можешь сделать? Поэтому у нас сегодня есть пылесосы. Это гораздо круче, чем раньше. У кого из наших клетков был пылесос? Ответ, не у кого. Поэтому мы сегодня чистимся на Песах гораздо лучше, чем они. Поймите, у людей были деревянные полы. Деревянные стенки. И смотрите, что дерево впитывают в течение года. Хозяйки, да, у которых деревянные эти вот... На чем режут? Как это по-русски у нас уже забыло? Досечки, доски, да. Деревянные. Все для пластиковых, правильно? Потому что деревянные быстро портятся. Они впитывают все. И их очень тяжело мыть, тяжело чистить. Мы все впитываем. Поэтому мы сегодня используем пластиковые доски. Правильно? Поэтому мы сегодня чистимся гораздо лучше. У нас есть пластики и все такое. Вот. Поэтому закон важный на Песах. Что нужно чиститься. Но по максимуму мы чистимся насколько мы можем. Что мы не можем достать. Мы видим или мы знаем, что там какой-то хамец есть. Но мы не можем его достать. Мы отменяем его. Поэтому мудрецы придумали формулу отмены хамеца. Потому что мы знаем, что предположительно там за диваном, за шкафом там где-то хамец мы не можем его отодвинуть. Я не знаю что. Или рука не достает. Все. Поэтому нужно стараться делать по максимуму. И это то, что есть. То есть мы знаем, что мы не перфектны. И вот. Так. Но это все плюс сказки. Теперь сказки. Может у вас какие-то вопросы есть, чтобы ответить? Я хочу. Я сейчас услышал. Ну. Чтобы успокоиться. Вот все, что вы смогли, мы сделали. Да. Все. Да. 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 Поэтому опять-таки есть вещи, которые мы не можем закончить. То есть есть вещи, которые в наших руках. Есть какие-то вещи, которые мы не можем понять и выяснить. Там известное, значит, выражение в Талмуде, что когда Талмуд ни к чему не приходит. То есть разное мнение. И никто не может никому убедить. И все равнозначно. Ничья. Отсюда наявите это слово «ничья». Это теку. Значит. Тежбит Орецкую шиёт. Выдаёт. То есть придёт Ильяву Анови, пророк Ильяву. И он разрулит все споры, которые не распорились. Да. Когда все, каждый считает, что он прав. И не могут убедить никого другого. Поэтому уже, значит, Мишна говорит, что разные материальные споры, да. Когда люди не могут решить, кому там принадлежит какой-то тот или иной предмет. Что с ним делали. Его окунали в Мёртвое море. Потому что там он сохранится до веки вечно. И придёт Ильяву, а живёт мёртвых. И кого это, сундук или тарелка, тот её и получит. Да. То есть есть вещи, которые неопределены. Да. То есть не всё. Не всё так. Раз. И всё. И завершили. Есть вещи незавершённые. Поэтому, опять-таки, мы смотрим на всё в большой перспективе. Вот. Поэтому, опять-таки, есть вещи в большой венецином расстоянии. Я таскал русский поэт. Всегда это верно и для больших процессов. Я могу вам сказать, что в еврейском народе всегда тяжелый вопрос. Почему была катастрофа? То есть нас этот вопрос мучает по сей день. Я знаю людей. Это немножко обращает меня. Мы каждый день читаем какие-то книги про катастрофу. Каждый день. Реально. То есть и в шабаты. То есть люди до сих пор. Прошло уже 70 лет. И мы не можем получить ответ. И ответ он, что мы получим ответ только не сразу. То есть это занимает время. Иногда столетия. Иногда тысячелетия. То есть даже ответ, почему он разрушен первый русским храмом или второй, он получен тоже не сразу, а спустя несколько сот или даже тысячи лет. Вот. И поэтому такие вот серьезные вопросы, мироздания, скажем, да, на них будут получены ответы, но не сразу. Но не сразу. И поэтому опять-таки мы видим то, что мы видим. Мы понимаем то, что мы понимаем. И возможно наше понимание, оно верно в нашем поколении. А в другом, в следующем, будет другое понимание. Это то, что написано, что Торе 70 лиц. 70 лиц. Лиг да, да. То есть и поэтому и ты прав, и ты прав, и ты прав. Как в анекдоте. И поэтому в Аллахе приводятся часто разные мнения. Допустим, время Талмуда идут по одной линии. А потом опа, прошло 2000 лет, и мы идем совершенно по другому мнению. То есть это мнение имело место быть. А сегодня мы его только до конца понимаем. И могу вам сказать там, я иногда, когда у меня бывает возможность, езжу на могилу Робина Ахмана в Рошашана в Умань. Ну, ездил, скажем так. Точнее, до короны. Вот. И я могу вам сказать, что Робина Ахмана несколько сот лет не понимали вообще. Да. И были люди серьезные, которые Робин Ахман написал глупость. Открыто. Говорили. И сегодня его изучают. Только сегодня начинают понимать, что он написал. Какой-то был великий мыслитель. Да. У него есть там сказки Робина Ахмана. Они по-русски знали. Вот. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, опять-таки, мы видим, что он, эта трагедия, он опередил свое время. Очень часто поэт, мыслитель, кто-то опередил свое время. Какой-нибудь Ван Гог там, да, там умирает в бедности. Рембрандт, да, там. А его картины там сегодня, да, понимаете, да. Это человек, который опередил свое время. Так бывает. И опять-таки, то есть, люди, которые окружали Робина Ахмана, они его оценили. А на остальные не оценили. Ровно наоборот, его преследовали. Реально. Преследовали. Физически. Поэтому он часто переезжал там и все. Вот. И в итоге там, он же с 30 лет искал себе могилу, где похорониться. Так люди раньше жили. Он не дожил до 40 лет. Сколько он там было? 37-38, когда он умер. Что-то такое. Да. То есть, он с 30 лет уже искал себе место, где похорониться. Вот так вот люди раньше жили, чтобы вы понимали, да. То есть, погром Магдана Хмельницкого. Там он же, собственно, в Умане-то похоронился. Почему? Потому что там лежат жертвы погрома Хмельницкого, 1048-1049 год. Он хотел с ними лежать. То есть, его могила там, на Старом Юрьевском кладбище. Вот. И поэтому, да, такие. Человек написал труды. Более того, он их сказал устно. Он практически ничего не писал. Его ученик Рабинат он записывал. Записывал. И потом всю жизнь потратил силы, деньги, энергия потратил, чтобы издать его книги. А сегодня, вау, это бестселлер, да. Сегодня читают, печатают, комментируют, да. Ну, естественно, приезжают в Умане там всего мира. Там, да, там был какой-то год, когда как-то там было 70 тысяч человек. Нужно понимать, это маленький еврейский квартал. Там улица Пушкина. Там люди друг другу на ноги наступают, да. То есть, там мы терялись сто раз там с друг другом. Там, ты кушаешь в столовой, но не одна, там много залов. Там мы как-то сели, посчитали. В нашей столовой было не то 20, но 25 тысяч человек. Я говорю про комплекс, да. То есть, ты видишь, там к нему приходят сефарадские евреи, марокканские, еминские, эфиопские. Я работал в Израиле с эфиопскими, с черными евреями, неграми. Я встретил там пару человек со своей работой, да. То есть, казалось бы, что между ними и Восточной Европой, Украиной, Робинахман, который говорил на ядыш вообще, да. Тем не менее, люди все находят в нем. То есть, он вот как раз занимался вот таким душой человека, современного, которого люди не понимают и которому тяжело. Ему было тяжело. То есть, он все это писал про себя. Что его современники, его Робинахмана не понимают. То есть, понимаете, трагедию человека, да. Он пытается что-то сказать, научить, а его не слушают. Он про это пишет много раз. Я, говорит, говорю и пишу, но меня не слушают. Его сегодня слушают, он только умер. Да, поэтому это всегда трагедия. Что мы с этого выучили? Нам говори переделать. Что мы с этого выучили? Мы с этого выучили, что нужно поддерживать людей. Вот у нас, например, один человек, который пишет книги. Еврейский философ, да. Ему до 120, да. Но когда это вот, все будут, поверьте, в книге, вау. А сейчас мы ищем ему там деньги, чтобы сдать его книгу. Понимаете? Я не хочу сказать, что я Робинахман, да. Я к тому, что все такие вот гении Ван Гоги и Робинахманы ходят среди нас и сегодня тоже, да. И поэтому наша задача их поддержать. То есть не чтобы после смерти все говорили вау, а чтобы при жизни говорили вау. Человек больше их не может написать. Понимаете? Это и все. То есть это вывод. Робинахман очень интересно. Он говорил про себя, что я, говорит, как Машех. В смысле, что между мной Машехом нет никакой разницы. Единственная разница, что Машехом будет слушать, а меня не слушают. То есть это просто, это трагедия. Это трагедия, да. Поэтому писатели, поэты, раввины, философы, да, которые, да, вот, он умер в бедности, а сегодня мы… Поэтому это на мой взгляд заключается урок. Да, что мы должны поддерживать жизнь при жизни, а не после смерти. Само собой после смерти. Это само собой. Вот. Поэтому, так сказать, мы отдали должное и Робинахману. Ну, так вот, если уже… Окей. Тогда одну идею из Робинахмана, это очень известная, значит, песня. Ее даже в Израиле положили на мелодию. Ну, называется Ширата Асавим. Песень трав. Песень трав. Значит. Но это, на самом деле, цитата, которая взята из Ликутей Маарана. Главная книга Робинахмана. Главная книга Робинахмана. Значит, где он говорит, что без Божественной воли ничего не происходит. И, то есть, Талмуд говорит, что, значит, то, что происходит в Нижнем мире, сначала в Верхнем мире, на Небесах, про это, значит, провозглашают. И поэтому, значит, Талмуд вообще-то говорит про людей. Да? Значит, есть. Я сегодня своими детьми там учил Талмуд Бархот. Значит, очень интересный том. Там много историй всяких. Медрыши, Агадот. В конце тома есть интересный вопрос. Последняя глава. В 11-12 главе есть интересный вопрос. Умеют ли животные душу? Собаки, кошки. Пример. Знаете истории, там, собака, кошка прошла, там, пять тысяч километров, в дом своего хозяина. Знаете такие истории? Хатико, там, ждет своего хозяина и тому подобные вещи. То есть, казалось бы, животные вполне разумные существа, значит, у них есть душа. А с другой стороны ты видишь животное. Талмуд разбирает вопрос, есть ли у животных душа? Это в том и Бархот. Вот. И в итоге, значит, он приходит к нему, что у животных есть искра божественной души. Как-то так. То есть, у животных есть что-то чуть-чуть, не совсем душа в человеческом понимании, но есть, что-то есть. Это, вот это что-то проявляется, когда вот Хатико ждет своего хозяина, или кошка и собака тысячи километров назад. Да? Вот это что-то, это искра. Это искра души. Поэтому у животных есть что-то. Рабин Ахман, он идет еще дальше. И, значит... Привязанность есть, привязанность. Нет, не только привязанность, это само собой. Привязанность есть на биологическом уровне. Талмуд говорит, что у животных есть искра какая-то божественная. То есть, она иногда проявляется, иногда не проявляется. То есть, это не полностью душа, а какая-то усеченная душонка маленькая. А Рабин Ахман дальше говорит, что даже у растений есть что-то такое подобие. И поэтому растения контактируют между собой и со Всевышним. Ну, про то, что растения контактируют между собой, мы это знаем напрямую из Писания. Написано про царя Соломона, что он знал язык деревьев. Деревья есть язык, я не знаю, какой китайский или деревянный. И, в общем, царь Соломон его знал. То есть, Талмуд, это не Медраж, это не Талмуд, это Танах, это книга царей. То есть, ты не можешь с этим спорить. Это мысль, это вещь однозначная, четкая. С Талмудом можешь спорить, то есть, все правильно, неправильно поняли. Тут, как бы, да, это свято еврейское. И поэтому написано, что царь Соломон знал языки, все языки в мире. Он знал языки животных. Ну, то, что животные разговаривают, мы сегодня уже знаем научно. Но то, что деревья разговаривают, мы еще не знаем. Но Раби Нахмуд пошел именно в эту сторону и видел, что да, вот. И, значит, растения разговаривают и так далее, и так далее, и так далее. Значит, кстати, в Талмуде есть на эту тему тоже много. Написано, что когда, значит, человек, это в том и шаббат написано, что когда человек сегодня срывает оливку и оливка кричит. То есть, ей больно. И крик идет от конца мира, от начала мира до конца мира. Но никто не слышит ее крик. Ровно как Раби Нахмуд. Он говорит, его никто не слышит. Здесь оливка кричит, его никто не слышит. Ну, в контексте Талмуда шаббат, человек отрывает оливку в шаббат. Это нельзя. В шаббат именно. Это нарушение в субботу. Да? Но можно понять, что человек просто так отрывает. От нечего делать. Не съесть. Оторвать и съесть можно. Оторви, блас, лови, браху и съешь. Да? А человек просто отрывает. А Талмуда дальше продолжает, что в будущем мире, в будущем мире в данном контексте, когда придет Маши, они станут чувствительными. Более другого. То человек будет слышать этот крик. То есть, когда человек отрывает ветку, оливку, травку. То человек будет чувствительным и будет слышать этот крик. Поэтому, значит, Аллаха запрещает просто так что-то рвать. Вот идешь, сорвал туда-сюда. Если нужно, отрежь, сорви там, сделай дрова. Не вопрос, да? Мы не зеленые, которые там поклоняются деревьям. Да? И до поклонства, да? Вот. Если нужно дерево там и дрова разруби. Ну, просто так нельзя. Да? Есть закон в Торе, да? Когда там проступаешь к городу на его осаду, к сожалению, актуально для вас в Одессе, да? То, значит, там люди могут уйти из осады, говорит Тора. А дерево, разве человек, чтобы уйти от осады? То есть, киадамешасаде. Значит, разве дерево, как человек, может уйти в поле? То есть, на самом деле, в Торе это эритерический вопрос. Сегодня принято там стать, так сказать, не знать. Что человек, он как дерево. Здесь известная Майса. Человек, как дерево. Это тоже настоящая история. История была следующая. Значит, Черчилль до того, как стал великим Черчиллем, он был простым Черчиллем. Он был министром по делам колоний. То есть, мы говорим там про 20-е годы. То есть, не 40-е, а 20-е. И Палестина в будущий государственный зал входила в Британскую империю. Хорошо. И, значит, министр колонии приезжает поставить колонию. Это его работа, да? Там посмотреть на туземцев, как они бегают. Бедренных повязков. Хорошо. Значит, мэр города Тель-Авив решил, как бы у нас сказали, потемкинские деревни построить. Там возле Одессы, да, строили потемкинские деревни, да? Или там, как это говорят, на новорусском языке понты там какие-то крутые выстроить. В общем, он решил сделать финиковые пальмы в Тель-Авиве. Теперь нужно понимать, финиковые пальмы растут десятки лет. Тель-Авив там основали в начале 20-го века. Пальмы расти там физически не могли. Мало времени прошло. Вот. Значит, что сделал, значит, сегодня главная улица, главный там каньон в улице города Дизенков. Это был мэр Дизенков, живой человек. Кстати, по-моему, из Украины он был, из Польши. Неважно. В общем, он, значит, взял, купил у арабов финиковые пальмы, поставил их в катки такие вот. Укрепил там как-то их там, бедра там туда-сюда. И приходит, значит, Черчилль, идет по проспекту Ротшильда, который там жертвовал на Тель-Авиве. Центральная улица города и сегодня, и тогда. И вот ходят, смотрят, макуземцев, повязок нет, интеллигентные люди там, английскими, туда-сюда. Вот. И тут, это написано дальше в газете, читал про этот репортаж, раздается дикий грохот. Теперь есть две версии, почему грохот. Значит, первая версия, ветер свалил пальмы. Версия вторая, значит, на них забрались мальчишки, хотели на Черчилля посмотреть и свалили пальмы. Судя по всему, было и то, и другое. Ну, в общем, Мердизингов там хотел себя похоронить отсюда. То есть хотел, как лучше вышло, как всегда. То есть его показуха раскрылась на глазах у главного начальника. А Черчилль, он же был очень юборной мужик, он стал ржать. Он долго-долго смеялся. Он понял, что это показуха. И потом говорит ему, говорит, для крепкого дерева, говорит, нужны корни. Это все, что он сказал. Это стало пословицей. Вот. То есть если ты хочешь чего-то, нужны корни. То есть ты не можешь поставить пальму, рщи, чтобы стать. Она упадет. Это то, что произошло. Поэтому сегодня опять-таки эту историю очень любят в литовских ешивах, в Хеврониях. Поняли? Самое смешное, что эта история правда. Я нашел в архивах. Это не выдумки раввина. Есть истории, когда люди выдумывают для пользы дела. Знаете? Самое смешное, что это не выдумок настоящей истории. Вот. И поэтому принято, значит, сегодня говорит, что человек, он не покорный. И поэтому без корней человек, как там у царя Давидов в сумах написано, да? Как ветер там, любой это вот перегонит, да? А дерево, которое светкими кормяем, оно не боится. Поэтому мы говорим, что корни – это вещи и физические. У наших дунов дешковицы они очень привязаны к своей земле. Они не хотят уезжать в Израиль. Они хотят у нас, говорит, тут Израиль, да? То есть они очень привязаны к земле. И это хорошо. У них есть физические корни. И одновременно, опять-таки, Тора и вера в Бога – это наши духовные корни. И поэтому я там, когда, значит, дешковицы делал первую свадьбу, с тех пор еще были, слава Богу, я сказал, значит, дело в том, что этот регион, значит, он там очень через все руки проходил. Обычно какая-то спорная территория переходит туда-сюда, только в две руки. Направлено, например, там, Страсбург, Эльзас, да, Латаринге. То Франция, то Германия, то Германия, то Франция. Вот так вот туда-сюда. Но никогда не было там в какой-то третьей стране. Окей, в конце Второй мировой войны Эльзас, Латаринге, стала Франция. Все, свисток, конец игры. Сегодня это Франция. Вот. А Закарпаттия, оно было у всех. Оно было в Австро-Венгрии, было в Бенгрии, было в Чехии, было в нацистской Германии, значит, в Советский Союз, Украина, да. То есть оно… Румыния там была какое-то короткое время. Оно по всем рукам погуляло, эта земля. Да, и поэтому я сказал на первой свадьбе, что вера в Бога, вера в семью, вера в детей – это вещь, которая вот у нас… Это наши корни. А какая страна здесь пришла, ушла – это бывает, да. Поэтому вера в Бога и вера в семью – поздравляет в жизнь. Вот это, так сказать, мое частное мнение. А анекдот на тему Закарпаттия, он, значит, живет читат. Это очень известный анекдот в еврейской среде, вагинале он наидыш. Значит, еврей, значит, умер. После 120-ти его душа поднимается наверх. Его, значит, спрашивают там, где ты родился? Он говорит, в Австро-Венгрии. Где ты пошел в школу? Он говорит, в Чехословакии. А где ты, значит, женился? Он говорит, в Венгрии. А где твои дети родились? Он говорит, в Французской Германии. А где ты, говорит, на пенсию пошли? В Советском Союзе. А где ты умер? Он говорит, на Украине. Да, мужик, побросала у тебя жизнь. Я, говорит, с Мукачева из дома не выходил. Я всю жизнь в Мукачеве провел. Значит, это покидало жизнь. То есть это старый еврейский анекдот, что человек, не выходя из дома, побывал во всех странах. Теперь это не анекдот. Я провел, у меня он записан на цифры, есть в одном месте. То есть там вполне реально, если человек родился там в 1912 году, например, в 1990-м, он реально мог все эти станции родных организаций пройти. То есть это вполне были люди, которые это прошли. Значит, поэтому опять-таки вера в Бога, вера в семью – это наши корни. И поэтому сейчас очень тяжелое время, очень сложное время. Вот. И опять-таки оно может не всегда нам помогать на простонавтическом уровне, но это опять-таки помогает нашей душе. Когда душе человека плохо, то и всему телу плохо. И поэтому вот отношение души и тела – это вещь, которой Хасидизм занимается, Рабин Ахман занимается. Ну, философия Хаббада, естественно, этим очень много занимается. Да? Книга Таня про это пишет. Правда? Рабин Ахман. Рабин Ахман. Вот. Поэтому… Да. Каха-каха. Знаете, я сегодня сказал, но я извиняюсь, но я сегодня сказал, понял одну вещь. Мы можем учиться и ничего не научиться. И вот сейчас настал такой момент в жизни. Кому-то сейчас… Кто младше меня, мне 55 лет, кто-то младше. И сейчас вот тому, чему мы научились, мы сейчас начали это применять в практике. К сожалению, ну, всем не скажу, вам потом скажу. Я много чего увидел. Но, знаете, больше всего больно, когда дети это видят. Да. Ну, поэтому, смотрите, если, как бы, если будем говорить на острые темы, на тему дня, да, наявлите, значит, наявлите, значит, наявлите именеды йома, дела дня. Обычно в Ишивах есть уроки стандартные, там, то, муд, то, все, там. Иногда, как бы, глава Ишивы собирает всех, всю Ишиву, или какую-то конкретную группу учеников. У нас назывался урок, поток, каждый год. И говорил на тему дня, да, что это важно, там, покритиковать или похвалить, да. Киркеву, да, сегодня. Современные, да. Называется на злобу дня. На злобу дня, да. Там, не знаю, там, я когда учился в Ишиве, убили рабина. Да, я в Ишиве был. И, естественно, Рашишева тут же всех собрал и объяснил, да, что никто никого не убивает, это нельзя, неважно, кто что думает, да. Поэтому, если на тему дня, это называется, и не наявлите йома, да, значит, то я слышал, значит, версии, которые я очень люблю. Я сейчас опровергну, да, значит, почему вот сейчас происходит то, что происходит. Да, война и все такое. И поэтому, значит, есть люди у нас, которые, значит, назначили себя, как сказать, пресс-секретарями Всевышнего. Они нам рассказывают, что оказывается вот то, что Турбада Хмельницкий играл евреев. Вот оно, сейчас ответка, оказывается, пришла. Представляете? Вот украинцы там в годы войны, то все, с нацистами коллаборационисты. Вот оно, оказывается, что. И такие люди есть, и не один. И они могут быть раввины, могут быть не раввины. Абсолютно не важно. Я вам говорю с полной ответственностью. Это полный бред и чепуха. И даже не слушайте. И я объясню, почему. Я объясню вам, почему. Значит, во-первых, на это есть прямой ответ у пророка Исаии. Порока Исаии в 54-56 главе. Мы читаем ее на пост на ЦОМ в Минху. Значит, Бог говорит, мои мысли не ваши мысли, мои пути не ваши пути. Как далеки небо от земли, так мои мысли от ваших мыслей. Это говорит пророк напрямую. То есть, другими словами, мы не понимаем Всевышнего, не понимаем его пути. Мы копируем Всевышнего, да? Он навещает больных, и мы навещаем больных. Он помогает бедным. Мы помогаем бедным, да? Он милосердный, и мы милосердные. Он прощает нам, и мы должны людям прощать. И так далее, да? То есть, это вот то, что у нас написано в 13 атрибутах Божественного Сердия. В Тахануне, который сейчас не читается. Маураху махатараху. Мауахану нахатаху. Что Он Всевышний добр, так и ты будь добр к людям. Что Он милосерден, так и ты милосерден. Что Он Всевышний прощает, так и ты человек умеет прощать. Хотя тяжело. Очень хочется меня прощать. Да? То есть, это принцип богоподобия. Да? Потому что, опять-таки, мы не можем Богу видеть. Мы не можем с Ним пообщаться. Мы не пророки. Только пророки могут говорить. Вот, и сейчас пророков нет вообще. Поэтому, но мы можем копировать Бога. Бог приходит навещать Авраама после обрезания. Мы ходим навещаем больных и так далее, и так далее, и так далее. Да? Значит, поэтому первое… По Рамбаму идем, да? Нет. Это Рамбам идет по Торе. Это так называется. Теперь. Значит, поэтому никто не назначил никакого человека ни раввина. Бог не назначил своим пресс-секретарем. Никто не давал ему право говорить, за что сейчас война на Украине. За какие грехи. Вообще мысль, что что-то происходит из-за грехи, она очень христианская. Она не еврейская. Это нужно понимать в целом. Христиане постоянно стоят там, покаятись, то все. Нет, покаяться нужно. Но не все происходит из-за грехи. Поэтому у еврея весь концепция испытаний. Участие что-то нам испытание. Не обязательно наказание. Да, мы говорим десять испытаний Авраама. Арба. Асара. Несенок. Неса. Авраама. Вина. Амад. Бекулам. Что десять испытаний были проца Авраама. Он все прошел. Прошел с честью, с достоинством. То есть это. Он не воспринимал Авраама это как наказание себе за что-то. Воспринимал это как испытание. Боролся с этим. Выживал. Думал как что. Поэтому ответ номер один. Мысли Всевышнего. Не мысли всех этих непрошенных пресс-секретарей Всевышнего. Теперь пункт номер два. Который опять таки иллюстрирует пункт номер один. Что мы не понимаем пути Всевышнего. Вот я живу в Германии. Я живу, работаю. Я тут община. Жена, дети. Тлены общины. То все. И вот простой вопрос. Вот этим всем непрошенным пресс-секторям Всевышнего. Германия, которая сделала две мировые войны. В которых инициировала. В которых погибло 60 миллионов человек. А то и больше. Двух мировых войн. Которая убила 6 миллионов евреев. Полтора миллиона детей. Которые точно не согрешили. Точнее дети. Просто не успели. И эта Германия процветает. Ну и. Почему же она процветает? Понимаете, да? То есть по мнению таких вот. Знающих людей. Что, чего. Должно быть ровно наоборот. Но это не так. И поэтому опять таки. Вот эти вот все геополитические мировые процессы. Мы наблюдаем. Но мы не до конца понимаем. И поэтому тот, кто говорит, что он знает, почему сегодня война. Он врет. Потому что никто не знает. И это никакая не ответка. И ничто ничего. И поэтому еще раз. Мы не понимаем мысли Всевышнего. Нам больно то, что сейчас война на Украине. Но еще раз. Это не за наши грехи. Это не за грехи предыдущих поколений. Поэтому нужно иметь совесть. И честно сказать, есть вещи, которые мы не знаем, почему они происходят. И в этом наша цель узнать почему. То есть Рамбом пишет, что цель человека – познать Всевышнего. Познать его пути, как он ведет мир. И поэтому, к сожалению, один из путей ведения мира – это война. Опять-таки Бог не хочет войны. Это люди хотят войны. Это нужно понимать. И поэтому один известный раввин в Израиле написал сейчас перед субботой, перед Шабатом Шкалин, значит, статью. Это вот на Западе, как люди думают, что время войн закончилось, все люди мирные, ничего подобного. Войны не закончились. Не все люди мирные. Другими словами, война – это не баг. Он компьютерной технологии использует. Это не какая-то ошибка в генетике человека. Это, говорит, фичер. Это фишка. Это часть характера человека – воевать. Человек хочет с кем-то воевать. Не все. Достаточно одного. Вот. Поэтому мы видим, что природа человека воинственная, агрессивная. И тогда выливается в то, что выливается – в войны. Мы знаем это, может быть, на личном уровне, там, соседей своего, может быть, на уровне государственного. Поэтому, опять-таки, вся идея Торы – это вот природу человека сделать более мягкой, чтобы человек был негрубый. Про это тоже пишут и Рабин Ахман, и Таня, да. И все, значит, да, чтобы человека обуздать его вот этот вот безумный нрав. Да, поэтому человек все сдерживает, одевает филин. Да, там, вся идея Торы – сдерживать человека, да, чтобы человек не был животным, да, сумасшедшим. Да. Вот. И поэтому, опять-таки, к сожалению, приходится признать, что мы не всегда в этом преуспеваем, иногда случаются войны. Да, когда вот это вот человеческое безумие, агрессивность, она выливается наружу. Вот. Но последняя вещь, которую я закончил, и я вас утешу, я это сразу, значит, написал в первые часы войны. У нас сейчас для нашей общины в Закарпатье называется Абнэй Мункач. Сыны Мункача. Вот. Был знаменитый раввин Радхаев Мелезар Шапира, Мункачский Рэбэ, перед войной. Умер не сдолго до войны. В 38-39. Вот. И, значит, по имени называется наша община в Закарпатье Абнэй Мункач. Я написал следующую вещь, что правители стран, цари, президенты, премьер-министры, они олицетворяют народ. То есть они собирательный народ. В них конституция вся страна. Плохо, это хорошо, правильно, неправильно, это так. Еврейский царь, он суперчеловек, что царь Давид представляет всех евреев. Там, условно говоря, премьер-министр Израиля представляет всех израильтян и так далее. Я сказал, что вот есть два человека. Президент Путин и президент Зеленский. Президент Зеленский и евреи. При том, что он президент Украины, а не Израиль, тем не менее, он представляет евреи, представляет всю Украину. И, как известно, говорит Талмуд в томе Мигела, что когда у евреев есть проблемы, значит, если у него есть месяц Томуз или Томав, это тяжелый месяц, то нужно суды все отменить, не прийти и заболеть, справку врача взять и перенести все суды на месяц Адар. В месяц Адар евреи выиграют любые судьи любого нееврея. Я написал, что еврей Зеленский, согласно этому, выиграет суд у нееврея Путина, потому что это его месяц. Это месяц нашего счастья, нашего везения месяца Адар. И поэтому, опять-таки, мы верим в это, мы надеемся, что так будет. И поэтому евреи Зеленский, которые олицетворяют Украину, это хорошо, что страна туристичная, страна демократичная, люди разных религий, национальностей живут, это нормально. И поэтому, опять-таки, мы пока до Пурима, мы сейчас вступаем вместе с Пурим, который был в прошлом, и сейчас начинается. То есть сегодня у нас через две недели будет Пурим. Мы верим, опять-таки, что мы, и конкретно еврей Зеленский, выиграет суд у президента Путина, чего всем желаю. Амин. Амин. Я сегодня сказал, вы разговаривали с раввином в Синагоге из Бухареста, я ему сказал, это Аман, и он неудачно выбрал начало войны. Это наши раввины израильские сказали в первые два часа агрессии. В последние полтой ночи, я как чувствовал, поэтому я человек, я прошел армию израильскую, и когда написали, что российского генерала спустились в бункер, я все понял, тут нужно не было продолжать. То есть это было уже ясно, что начинается. Наши раввины тут же сразу ранним утром сказали, что еврей выиграет суды у не евреев. Поэтому Зеленский победит. Сразу так написали. Я написал и вам говорю. И вам говорю. У нас тут в Бухаресте 33 человека. Это те, кто уже доехали. Ну вот, как понять, почему мы здесь? Иногда, знаете, вот такая вот борьба внутренняя. Может, надо было остаться. Понятно, что я там посоветовался, да, с раввинами, да, с Израиля, с Равхайбридском посоветовались. Ну, а теперь у меня вот такая борьба внутренняя. Правильно я сделал или неправильно? Ну, представляется правильно, что вы живы и здоровы слушаете уроки Тора. Это уже хорошо. Вы помогаете другим. Это уже хорошо. А почему на Бухаресте и Будапеште? Вы знаете, через пару лет. Хорошо, спасибо вам большое. Хорошо, с вашего позволения. Если есть вопросы, то задавайте там, пишите или спрашивайте сейчас. Вопросы вообще и по моему уроку в частности. Я извиняюсь, что так сумбурно получилось, но я как бы не по-раввински одет, но я понимаю, что когда война льется кровь, то последнее, что нас волнует, это как кровь и надет, но у меня ни книжек нет, ничего. Все, как говорится, что помню. Что хотел вам от чистого сердца сказать, то и сказал. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Хорошо, тогда будьте благословены, держитесь. Спасибо. Да, на связи. Все будет хорошо. Мы устали. Я же говорю, я просто попросил, потому что физически не могу давать уроки, и... Я все понимаю. Я все понимаю. Выехал. Тогда вы сейчас оставайтесь на линии, мы сейчас с вами еще поговорим с вашим поздравлением, Рыба Авраам. Да, конечно. Я отключаю запись. Давайте я наберу сам. Да, да, да. Тогда всем добрый вечер, шалом. Шалом, шалом. 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 Шалом,erella. Шалом. Gadжиach хzdь. Шалом. Шалом, юах audition. Шалом.